Виталий Хаптареев Я знаю, что сегодня начался очередной турнир. Сколько участников, сколько боев будет? Заявилось 20 человек участников с разных клубов. Все представители города Улан-Удэ, республики Бурятия. Спортсмены представляют федерацию Панкратиона, федерацию самбо, клуб спортивный Амакан и универсальный бой. Сегодня будут проходить 10 поединков. 10 поединков. Я вообще знаю, что федерация Панкратиона Бурятия – это одна из первых таких организаций боев без правил в республике Бурятия. Можно как-то поподробнее объяснить, что есть бои без правил? Но все-таки наверняка есть какие-то определенные правила, не нарушать которые, не причинять увечий особо сильных. Да, это образовало бои без правил. Это просто общая аббревиатура, чтобы было какое-то представление у людей. Пример можно назвать ММА, но люди это не поймут. ММА – это микс смарт-арт, смешанное боевое искусство. Но бои без правил – это все подогревает такой интерес. Да, интерес подогревает. Правила, конечно, существуют. Нельзя наносить конкретные увечья, выдавливать глаза, душить и так далее. Позвоночник, к примеру. Удар по позвоночнику. Остальное все можно? Соревнования, в которых участвуют дети, взрослые. Но там время ограничено. И правила более лояльные и мягче. По профессиональным боям, соответственно, более жесткие условия, больше разрешенных приемов и увеличение во времени. То есть могут раунды присутствовать. Два раунда по пять минут обычно. Три раунда доходит иногда до пяти минут. Пять раундов. Я услышал слово «дети». То есть дети панкратионом тоже могут заниматься? Да, дети занимаются. У нас тоже. Мы в этом году открыли группу детскую. Приходят ребята, интересуются, занимаются. Но уже какой-то прогресс есть. То есть они учатся бороться. Конечно, в парах не спаррингуется абсолютно, потому что это рано еще. Да, достигнут определенного возраста, тогда можно. А так они, в принципе, очень интересуются. Но послушайте, панкратион же все-таки достаточно жестокий вид. Ну, как, да. Ну, можно сказать, да. Но его хотят уже на протяжении нескольких лет сделать олимпийским видом спорта. И правила делают его более мягче. То есть раньше, если были буквально пять лет назад такие жесткие правила, то сейчас уже, начиная с детского возраста до юношей, более мягкие правила. То есть в голову удары запрещены. Вот такие вот моменты. Но вот панкратион – это больше шоу или все-таки это вид спорта? Ну, вот панкратион чем различается? Вот я говорю, любительский есть. Есть профессиональные. Любительский, конечно, это как вид спорта. Можно его продвигать и так далее. Все для общественности. И панкратион есть также в профбои, в которых время увеличено. И там выступают более подготовленные спортсмены, которые уже готовы действительно выступить, да. Что-то себе показать, предоставить, рейдинг какой-то набрать. Это уже можно установить как шоу. Ну, отличия разные. То есть любительские и профессиональные. Монетизация от этого какая? Насколько выгодны вложения в панкратион? И насколько выгодно бойцам участвовать в этом? Выгодно, ну, что хочу сказать по поводу у нас в Улан-Удэе, ну, в Бурятии, да. Конечно, это выгодно в каком случае не… Не в плане финансового, да? Да, не в финансовом, да. А в том, что можно рейтинг набрать. То есть, конечно, они получают какой-то гонорар, будут получать. Но не такой огромный, как привыкли иностранные спортсмены, да. То есть, это определенный рейтинг, ты набираешь, потом о тебе узнают из других регионов, ты переезжаешь там туда, в другой регион. Можно не переезжать, можно здесь выступать, заниматься. Количество боев мы копим. У каждого спортсмена своя папка, то есть, с количеством боев. А здесь уже работа менеджера, то есть, наша работа. Договориться с другой организацией, чтобы наш спортсмен вышел на какой-то уровень. То есть, ребята, например, на Кавказе, сами же тренируются там, занимаются там, выезжают в Штаты, по всему миру катаются, поступают, добиваются каких-то успехов. То есть, здесь разницы нет. Если наш спортсмен уедет в Москву или в какой-то другой город, да, абсолютно не имеет значения. То есть, можно на месте даже это все продвигать. С другими федерациями у вас насколько тесные связи? Очень тесные. Сейчас, раньше у нас было здесь мало таких смешанных клубов. Раньше мы в основном контактировали с боевыми самбистами. На этот период сейчас, да, с прошлого года, вот, клуб смешанных боевых единоборств появился. Амакан, к примеру, да, универсальные бои подключились, с БГУ ребята подключились. Кто еще? Так, еще, еще там ребята. Я вот хотел у вас спросить следующее. Вы говорите, что дети могут заниматься. Хорошо. А представители сопрекрасного пола могут принять участие в панкартионе? И есть ли такие уже девушки, которые занимаются? У нас конкретно есть девушки, но они занимаются так в основном для себя. Ну, просто это им интересно, да. Ну, это обычно как физкультура. То есть, некоторые женщины предпочитают фитнес, там, попрыгать, там, еще что-нибудь, пилатес и так далее. А некоторые, да. Ну, тут, в принципе, ничего жесткого нет. Пришли, к примеру, там, можно лапу побить, мешок побить, там, ну, поработать с тренером и так далее. Любые такие моменты преимущественные. На ринг кто может выйти? Любой представитель единоборства, любого единоборства? Это карате, самбо, там, еще что-то? Да, здесь, может, у нас присутствует любой спортсмен, независимо, только единственный момент – это, чтобы он сдал правила и не нарушал их. Потому что такие моменты возникают, потом споры лишние, да. Дело в том, что, когда человек приходит с другого вида спорта, с правилами не ознакомлен, к примеру, и в этот момент получается какой-то казус, ну, неприятная ситуация. А если человек ознакомился, заранее же тоже информируем ребят, это нельзя, что можно, что нельзя, чтобы правила знал. Ну, наверное, все равно какие-то предварительные беседы и тренировки проходят, да, то есть, чтобы… Ну, своего рода семинар такой. Да, представитель другого единоборства знал, как нужно бороться. Да, да. Хорошо. Теперь о самом турнире. Кто в нем участвует, откуда наши ребята? Вы сказали, что это профессиональные наши ребята. Есть ли какие-то уже фавориты, у кого-то высокий рейтинг, низкий рейтинг? Не, ну, в основном сейчас… А, выступает кто? Представитель федерации Панкратиона, наши парни. Тоже сейчас студенты с Тувы у нас стали заниматься, тоже примут участие 5 человек в этом турнире. Так, федерация самбо, универсальный бой, федерация. И вот клуб смешанных и боевых единоборств Амакан. Так, и еще кто-то тоже, тоже, да, взявился. Сейчас точно не помню у меня список. А по поводу женщин тоже, да, проводится чемпионат России, чемпионат мира, да, и чемпионат Европы и так далее тоже. И там принимают участие все, то есть детские, возрастные, да, женщины, мужчины. И сейчас вот я стал практиковать, это соревнования среди ветеранов. Группа А – это 35-45 лет. 45-55 лет – это группа Б. То есть всех высших спортсменов там, ну, не знаю, разных видов спорта, можно тоже, например, которые не смогли добиться в любительском спорте каких-то высот, можно добиться в Панкратионе. Он пока еще доступен, этот вид спорта. Когда мы раньше, к примеру, я вот сам-то боксом занимался, мастер спорта, да, боксировали тоже, но в тот период, в 90-х годах, как раз начали культивировать кикбоксинг, тайский бокс, очень много. И многие спортсмены перешли в эти виды спорта и добились больших успехов. То есть звание чемпиона мира никуда не денешь. Да, вот это момент. Да, это понятно. А нет ли в планах и перспективе организовать такие подобные бои, такие турниры, или, там, не знаю, фестиваль Панкратиона провести, чтобы приняли участие и дети, и женщины, и, вот вы говорите, ветераны, ну, и в завершении, конечно, профессионалы. Нет, любительские-то мы проводим, это отдельные совсем турниры, да, а профессиональные – это другое. Ну, то есть, как сказать, ну, нельзя их провести совместно в такое мероприятие. Ну, а параллельно же можно провести, ну, допустим, вот под эгидой, абсолютно, там, фестиваль Панкратиона провести, там, вот, недели, там, убительского, там. Можно было вообще так-то, в принципе, всемирные игры организовать такие, да, и пригласить сюда со всего, ну, со всех точек мира. А мы как-то в 2010 году, кажется, да, с ребятами ездили на соревнования, в 2010 году проводился в Омске чемпионат мира, да, много очень народу было, интересно. Супали. Смотрите, я хочу уточнить у вас, насколько зрительский интерес высок к профессиональным боям, вот, к шоу Панкратиона? Ну, вот я вот заметил, да, вообще, вот, например, хожу на поиска взять, посмотрим, да, проходил раньше волейбол, к примеру, да, тоже, Харамарин выступал, тоже. Очень много было публики, да, интересно. А на вольную борьбу очень много народу приходит, да. Ну, вольная борьба, да, это... Это национальный вид спорта, конечно, ты идешь смотреть. Мы сами ходим, да, и дедушки, и маленькие, и все ходят, ну, как бы, это интересно все. И к нам приходят. А больше других видов я посмотрел, это численность зрителей очень маленькая. Входной билет сколько будет стоить? 350 рублей. 350 рублей? Да, да, ну, как в кино пойти, в принципе, да. Надо нашим парням тоже, ну, на что-то, как, получать свои гонорары, вот. То есть, со зрительских сборов формируется гонорарный фонд? Да, да, да. Ясно. Ну, вот у меня лично складывается всегда впечатление, да, вот, ну, как у достаточно миролюбивого человека, складывается впечатление, что вот на ринге спортсмены просто беспощадно лупасят друг друга. Просто вот там, ну, реально там, ну, кровь, как бы, это и есть. Ну, это элементы шоу, конечно. Предусмотрена какая-то ли страховка для спортсмена? Я понимаю, что, естественно, всегда должна быть бригада скорой помощи находиться. То есть, это понятно, это без, что называется, неотъемлемая часть боев. А вот страховка какая-то есть у спортсмена? Страховки? Вы как-то обеспечиваете? Нет, страховка вообще сам спортсмен занимается. То есть, он может застраховаться любой страховой организацией, которая вправе страховать спортсменов. То есть, ну, разного вида увечья, в принципе. А федерация? Федерация на это себе расходы не берем. Ясно. А федерация тогда чем занимается? Федерация занимается организацией? Организацией продвижения спортсменов. По поводу врачей, да. У нас, мы постоянно приглашаем к себе с республиканского физкультурного диспансера врачей. То есть, они были опытные. Ну, профессионалы, естественно. Да, профессионалы, да. Знают привычные травмы, да, и быстро могут оказать помощь в этом плане. Хорошо. А у наших спортсменов есть так называемые промоутеры? Или промоушеном занимается как раз федерация? Нет, ну, как сказать-то, многие люди не понимают смысл этого слова, да, и не могут работать. То есть, в принципе, это можно, конечно, привлечь других людей, не имеющих отношения к спорту, да. В принципе, можно объяснить, курс поставить, как это работало, но они не понимают, откуда берутся средства. То есть, вот это элементарно даже. Мы проводим турнир, собираем сбор по 350 рублей, и они получают отсюда гонорар. Промоушен, соответственно, да, менеджер спортивный. Может заниматься той же самой. Он, например, продвигает своего спортсмена. Может, у него 10-5 спортсменов или один спортсмен. Он может подходить к нам, разговаривать, и с этого уже процента будет свой иметь процент. То есть, многие профессиональные спортсмены, это за границей уже, соответственно, могут обеспечить весь свой спортзал. То есть, он что, один спортсмен жесткий, выступает, бьется. Он содержит на себе, что это тренерский состав, спарринг-партнеров, медицина, соответственно, врачей, да, ну, и еще там ряд расходов. Ну, на свой гонорар он содержит целую команду себе. Да, целую команду. То есть, это нормальный профессионал. А у наших спортсменов нет такого понятия. Они думают, что это просто с воздуха берется. То есть, ни у одного из наших спортсменов нет профессионального промоутера. Ну, да, можете так сказать. Ну, я надеюсь, что в ближайшей перспективе, если, вот вы говорите, что зрительский интерес к боям высок, и панкрецион набирает популярность, я думаю, что все-таки промоутеры профессиональные появятся. Да, нет, ну, есть люди, которые хотят это делать, это уже очень хорошо. Главное, чтобы они не останавливались на этом, потому что некоторые ребята берутся, позанимаются, например, годик и просто пропадают. Все, в этом это, конечно, плохо. Надо быть более устойчивым и более требовательным к себе, соответственно, да. Ну, и к своему спортсмену, в которого ты должен вкладывать деньги. Ясно. Спасибо большое, Виталий, что пришли ответить на наши вопросы. Удачи вам в вашей работе, в продвижении боев без правил, панкреционно. Ну, а телеканал АТВ всегда готов вас поддержать в любом начинании. Мы рады нашему сотрудничеству. Спасибо, Булат. Спасибо. Это была программа «Актуальная тема». До встречи на АТВ. Актуальная тема «Актуальная тема»